Управление Следственного комитета в Сочи – это 40 человек, половина из которых – следователи, люди, которые и днем, и ночью на службе. Видимо, поэтому все уголовные дела имеют стопроцентную раскрываемость. Сочи в этом плане выделяется среди других городов России. Четыре с половиной года возглавлял управление Владимир Терентьев. Сейчас он переведен на новое место работы и займет должность первого заместителя главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым. Тот ритм, тот режим работы, который был в городе Сочи, он, наверное, не сопоставим ни с одним городом, который имеет какую-то сопоставимую численность населения. Город Сочи в год принимает порядка 300 событийных мероприятий, спортивных, общественно-политических, значимых. В честь Дня образования Следственного комитета России, который создан 15 января 2011 года, отличившихся сотрудников наградили грамотами и благодарственными письмами главы курорта и городского собрания Сочи. Те преемственные традиции, которые были заложены Владимиром Николаевичем, они будут сохранены. Поэтому надеемся, что все будет у нас хорошо и город по-прежнему будет одним из лидеров в обеспечении безопасности. Успешный результат в работе Сочинского отдела Следственного комитета получается благодаря профессионализму следователей, отметили на торжественном собрании, еще и достигается за счет взаимодействия всех силовых структур прокуратуры ФСБ МВД. Следственный комитет России не входит в структуру ни одного из органов государственной власти, является самостоятельным органом, осуществляющим полномочия в сфере уголовного судопроизводства. Елена Всец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.